Всем привет! Это очень срочно записанная подводка. Во-первых, я не накрашена. Во-вторых, в связи с этим я буду в таких странных очках. В-третьих, я еду в Канны. Некогда объяснять. В Канны еду на парфюмерную выставку Тьютифри. Буду все снимать, показывать. Впереди очень много экспертного парфюмерного пьяного контента. Будет очень много мероприятий, встреч. Все буду снимать. Квест и сложность этой поездки заключается в том, что я забронировала жилье 20 минут назад. На время выставки Канны полностью забронированы, и я буду жить в какой-то жопе в квартире. В съемной квартире. Это избалованная 5-стар отелями девочка. Но я надеюсь, что я справлюсь. Я взяла специально пижаму длинную, чтобы спать в ней. Но, может быть, я еще успею поменять по пути. Едем с вами на автобусе, как випки, в Вильнюс. По-другому сейчас из Беларуси в Европу не уедешь. Только если через Стамбул. Но, как минимум, когда ты едешь в Вильнюс, у тебя есть интернет. Я взяла себе два рядом местечка. Буду ехать. Буду вам все, короче, показывать. Какая-то это скурпулезная подводка. Как мы любим. Обзор на мой travel образ. Lacoste hoodie, sporting rich, бруки, форсы и хюрбек мой старенький. Не жалко его. Очки чими. Все, я поехала. Беру с собой свою книжечку. Про любовь. Очень актуально. Все, пока, квартирка. Я буду изменять тебе с какой-то грустной квартирой. Да, детки, если не через Стамбул, то все вип-путешествия начинаются с этого места. Автовокзала. Шел четвертый час дороги. Ужинаем Тосской границы. Должны скоро приехать. Прическа у меня вкусная. Четыре часа в дороге, человек. Так, мой номер обнаружен. Здравствуйте. Чего-то мне никто чемоданчик не принес. Никакого вип-сервиса за сто долларов. Ну, не могу сказать, что она прям мягкая. Но на одну ночь окей. Я еще такая иду, думаю, у меня два часа до ужина. Сейчас я как пойду в зал, как сниму свои тренировки, какая я спортсменка, покажу вам свои любимые упражнения. Блин, отдышка. Дохожу до номера и понимаю, что я не взяла в эту поездку форму. Так что спорта у меня не будет. Пойдем собираться. Я, когда уже собралась, вспомнила, что я вообще-то блогер и снимаю влог. Я иду по старому городу, насколько я понимаю, в Вильнюсе. Встретиться с девушкой, с которой мы познакомились как-то в самолете. Мы вместе летели в бизнесе. И мы решили полужинать, пока я в Вильнюсе. Мы идем в ресторан «Да Антонио». Я встретила такие замечательные подсолухи. Решила ей их подарить. Я вижу какой-то парфюмерный магазин. «Одор д'амор». Прикольно. Надо будет зайти. Для меня только сейчас дошло, что сегодня вообще-то пятница. То есть, вероятно, какая-то тусовка-вечеринка. Но нюанс в том, что у меня в 7 утра вылить вниз. Но мы разберемся. Я в каком-то новом ресторане. Видимо, он итальянский. Жду пока свою приятельницу. Называется вот так. Я вам потом расскажу, как в ней. Выглядит очень мило. Я тут решила снять свою пасту и уговорила Эдиту. Мы познакомились с ней в самолете, летели. Нет, ты главная достопримечательность. Передай привет моим подписчикам. Привет всем. Ты теперь на Ютубе. Давай, чин-чин. За встречу. Мы идем в Шампанерио, да? Там еще какой-то секретный клуб. Чтобы мы там не отказались потом. 6 утра. Я уже в аэропорту. Летим в Ниццу. Боже, там какой-то невероятный. Ну что, я вижу этот симпатичный кафетюрия. С лучшими десертами. Вот этот тарт-папезиен. Популярный. А это значит, что мы что? Что мы в Ницце. Знаете, плохой город словом «найс» не назовешь. Хаттл. Абсолютно любви. Осталось найти водителя. Спасибо. Ну что, любимое местечко? Вы его уже встречали во влогах. Отель Бальпляж. Как же я люблю возвращаться в это место. Нам нужен срочно балкон, я считаю. Лихо. Обожаю. Ну что, такой рабочий трип-лук-чек. У меня есть полдня на пляж. Это костюм от Студия 29. Как костюм? Пижама, наверное, вы его назовете. Купальник у меня там красивый. Селин. Сумочка ваша любимая, моя пляжная. Селин. Очки. Сонаро. Ушла загорать. Пойдем с вами на пляж. Я все время хожу на пляж Ламом. Но хочу хоть раз попробовать Ридскарлтон. Я не знаю, правда, можно туда прийти не гостям отеля. Сейчас узнаем. Ну и сразу море. Я вот иду и думаю. Я так хорошо себя всегда в хранах чувствую. Может мне это надо жить? Я подумаю. Вот это моя любимая часть. Каждый раз я ее прохожу и думаю, буду бегать. Начну бегать. Идеальное место для того, чтобы бегать. Я. Человек, который вообще никогда не бегает. Но у меня есть легальная причина. Я делала операцию на колено. Мне удаляли милист. И мне нельзя бегать. Но это же не заключается мне сейчас о том, как я красиво буду бегать на таком-то берегу. Короче, восторг. Вот так с обратной стороны выглядит тот самый зал, в котором проходит обычно Каннский фестиваль. Никакой эстетики на самом деле. Тут еще и казино. Старый, грустный, но легендарный. А это вывеска самой выставки. Дорожку убрали. Но обычно все проходочки, собственно, вот здесь. На Том Форд решили не заморачиваться и просто забрендить Кроссет. Как вам вообще? Мне нравится. Короче, бьюти брендинг везде. Тут только что был биологик. А надо узнать про ивент Том Форд. Меня на него еще никто не позвал. Давайте сделаем челлендж этого выпуска. Попасть на закрытую вечеринку Том Форд. Вызыв принят. Подхожу к своему любимому местечку. Но мы туда не пойдем. У нас стройка. Может быть, мы просто посмотреть. Сходим попозже. Даже здесь меня корпоративная этика настигла. Порн Стар. Так, перебивочка с пляжа на туристическую улицу. И это один из моих любимых магазинчиков. Здесь можно купить открытки красивые, ракушки, одежды и парфюмерные штучки. Сейчас я вам покажу такие штуки для дома, на которые можно носить аромат и раскладывать их у тебя в гардеробе, в ванной. Мне кажется, это очень милый сувенир. Не обязательно именно эти ароматы, можно любые свои. Ну и самое мое любимое. Винтажки выходного дня. Сейчас мы все будем смотреть. Красота. Пляж это, конечно, хорошо. Но я сейчас поеду на открытие парфюмерной лаборатории бутика моей приятельницы Мари Молчановой. Я надеюсь, что там получится поснимать. И я беру вас с собой. Ну ладно, мокрая поеду. Так, суперквик лук-чек. Майчка, шортики Сандро. Без лук-чека, я опаздываю. Цент бренда оранжевый. У меня из оранжевого дома был только твили. Так что я фактически, технически немножко все-таки в дресс-коде. And just like that. Я попала на открытие к Мари. Это Ютуб, детка. Ну, пойдем ее искать. Kids Club здесь имеется для всех, кто с детьми. Здравствуйте. Это блотер в форме самолетика. Ну почему это блотер? Ну у вас же... А я думала, это как самолетик. Sense is no borders. Святая святых. Лаборатория Мари. Смотрите, как у нее все классно организовано. Мари, какой у тебя самый дорогой здесь компонент? Самый дорогий я, наверное... Ты, Люба, ты всегда самая дорогая. Спасибо. Это правда. Соса. Вот оно. Ёб... А сколько тут тысяч? Больше темного. Шикарно. Лаптанум, пожалуйста. Абсолют. Ирис. 15%. Жесмолоктон. Жесмолоктон это уже не натуральный вариант. Я хочу какого-то жидкого золота. Вот килограмм этой истории стоит 10 тысяч евро минимум. Османтус. Пока Богдан играет с пистолетами, будет зато. Еще 400 наличных. Так, у меня тут контент. Тихо, никакой секретной информации. Устали меня. Красиво. Она умерла от красоты. Дорогая весна. Но мы знаем, что недорог подарок, сколько дорого внимания. Потому что дороговизна подарка оценивается. Дороговизна внимания. А внимание, оно дороже, чем любой подарок. Сказала женщина с гвоздем картье. Это паль. Что, как говорится, женем аппасе жур. Добрый вечер. Бонсуар, дорогие подписчики. Ты не на духе рэв. Это натуральный как бы. Здесь не надо включать ведущего. Не надо. Это вот всем привет. Меня зовут Богдан. Подписывайтесь на канал. Здесь надо быть собой. Надо быть собой. Бля. А я не знаю, какой я. Кто же я? Мне в этой позе не очень удобно. Ну, выпрямись. И мы счастливы. Мы счастливы, но мы задолбались. Все, всем пока. Вечерник Анны. Рандеву с золотой девушкой. Горяча и бешена. А внутри соленая, словно кровь. А мы выпьем, кстати. На встречу замечательный. Александра, Александра. Добрый вечер. Мисс Монталь. Я вас приглашаю. Приглашает вас. В нашу Монталь-эре. Мы только закончили инсталляцию. Вот. Слева Монталь, справа Монсера. И что-то там классное. Лаки-канди, никто их пока еще не видел. Никто в мире. Можно. Там блогеры. Можно или нужно? Конечно, нужно. Все можно. Are you a lucky candy tonight, my darling? I'm always. Давай. Пшш, облачком. Помахали. Ммм, это хорошо. Дорогие подписчики, познакомьтесь с Александрой. Александра отвечает за Монталь и Монтэру. Вот вечеринка у меня прям новая. Амора-кафе. Амора-кафе. Новый аромат, который еще никто не видел. Мне очень нравится. А как называется то, чем ты занимаешься? Коммерческий директор. По-моему, ты больше делаешь, чем... А сколько лет? Сколько лет тоже коммерческий директор? 8 лет. То есть через 8 лет я теоретически тоже где-то в Сюте буду. Ну, у тебя свой брон, ты директор. А я только коммерческий. А, у тебя будет соседний. Я не знала, это просто надо. Ну, расскажи, сколько вы сегодня монтировали всюду красоту? Слушай, вы монтировали? Да, инсайтов. От 11 до 7 вечера монтировали 8 часов. Нормально. Нормально. Ну, ты знаешь, как бы не скажешь, что много работы, но работы было очень много. Ну, мне нравится, как все получилось. Очень красиво. Вы еще и запарились, слушай, корнеры со светом привезли. Это, конечно, тоже, да? Леды. Да, ребят, работа, конечно, тяжелая. А что это за набор? Это для каких-то дубайских принцесс? А я никогда не видела бадикер. Вообще ни разу, первый раз вижу. Багадан, богом дам. Розовенькая. Розовенькая. А где твой бокал? А мой? Ой, ребята, ой, ребята. Давайте. Блин, это работа. За парфюмерное дело. Куда? Да. За работу носами. Ребят, это я вам заказала. С Новым Годом! С Новым Годом! Это я вам. Я для вас. Спасибо, что доказала. Доброе утро. 8.20. Я забыла свою спортивную форму. Поэтому на 9-й этажку в топа я иду по лестнице. И уже на 7-м умираю. Вот это точно breakfast with you. Я еще жду омлет. Завтрак любой чемпионки должен начинаться с таблетки. И снова я в гостях у этой шикарной женщины. Мари! Поджур! Такая непостановочная съемка. Потому что мы что? Потому что мы 3 часа разговаривали обо всем. А теперь хотим немножко о парфюмерном. На самом деле мне интересно про мой любимый аромат T-Scent. Я человечек очень, персонально заинтересованный. Я хочу узнать, сколько там Абраксана. И хочу вообще на него посмотреть, понюхать. Слушай, ну... Давай его еще раз понюхаем. Будем нюхать. Ты, кстати, как относишься, когда говорят? Нормально. Сама как говоришь? Слушай, ну по-разному. Если это raw materials, то нюхать. Аромат, ну, ты послушаешь. Зависит еще от собеседника. Если собеседник истонченный... Ну, понимаешь, мы говорим smell. Ну, как бы, тут вообще, как бы, ты не переведешь никак. Вы же говорите notes and composition. Да. Ну, мы говорим raw materials. Notes — это такие маркетинговые штучки, пирамидки, ноты и прочее. Да, у нас есть raw materials, у нас есть низколетучие, высоколетучие, среднолетучие компоненты. Мы говорим такими. Абраксан-то высоколетучий? Да, низколетучий. Это порошок. А, все, я поняла. Ну, посмотрим, как он выглядит. Здесь, кстати, 30% амбраксана. Никто, абсолютно никто в современной парфюмерной области... Это больше, чем бакарей. Это больше в три раза, чем бакарей. Но это не пахнет бакарой. Никто не использует в таких количествах. Это порошок. Дико дорогой. Да, синтетики — это дорого. Так хочу пальцем туда залезть, но не буду. Ну, короче, ребят, это тот самый ваш любимый амбраксан. Ну, слушай, вот эта баночка у меня обошлась типа в 50 левых. А на сколько тебе его хватает? Сколько здесь получается? Слушай, ну, теперь как бы я использую... Слушай, в десятке? Нет, я использую материалы в чистом виде. Ты работаешь только в чистом? Да, у меня все raw materials здесь. Это все концентрирование raw materials. Нет разводства. А сколько у тебя компонентов вообще в... Ну, помимо того, что здесь компоненты стоят на полке, есть еще компоненты здесь. Здравствуйте. Есть еще компоненты здесь. Очень приятно. И еще немного здесь. В общей сложности порядка 800. 800. А ты когда-нибудь думала, сколько это денег? Компоненты все вместе. Я знаю, сколько это денег. Сколько? Ну, больше 15 тысяч. А, это только компоненты, а еще банки. Ну, я не знала, что ты здесь там работаешь. Я почему-то думала, что ты собираешь, типа, растворы, а потом... Ну, как бы, в школьной индустрии все работают... Ну, это связано с переводом участника, типа. Да, это дорого. Ну, типа, пришел студент, который опыта никакого не имеет, но ему никто не позволит им в чистом виде. Когда у меня будет сидеть стажер, а он будет сидеть вот там, я ему даже специальное место сделала. А он будет работать в растворах. Как парфюмер, скажи мне, как ты относишься к растиранию запястья, на которые только что нанесли аромат? Спокойно. Ну, это же разрушает немножко... Ну, какой силой ты должен оплодать, чтобы разрушить молекулу? Вопрос. Ты сейчас это разрушитель легенда немножко для меня. Да, простите, пожалуйста. То есть ты не против? Ну, типа ты ускоришь просто... Так, мы сейчас пробуем пресс-ски, точнее, ски-ю-лейтер, да? А мне еще было интересно, что за сила гор. Делаем парфюм для... Давайте попробуем. Очень интересно. А, это другая, кстати, группа вообще-то. Бабац! Так. Открываешь парфюм. Квац! Моя песня любимая. Я хочу разработку вот эту новую. Ну, не разработку, а уже это же какой-то новый запуск. Диффузор. Хом спрей. Мне очень нравится смородина и шоколад. Это он? Да. Ну, я так понимаю, это разработка, переработка аромата, который уже существует. Это триклдаун. Да. Как это называется? Триклдаун. Когда ты адаптируешь формулу под туалет рис или под косметику. А почему название меняешь? Потому что это уже чуть-чуть другое. Ну, потому что это другое, да, формула не та же. Мы просто взяли основные компоненты. В нашем случае это смородина и шоколад. И вокруг них построили... Шоколад. Здесь больше шоколада. Ну, у него формула такая уже. More sophisticated. Хотите полюхать? Вкусно. А какую тебя, кстати, любят? Каждое утро наношу на себя десент обязательно. В течение дня, пардон на French, Smoky Eyes и... На вечер. И у вас упаковочка же поменялась. Это сэмпл-сет, который, да? Да, это сэмпл-сет. Кто не знал, Мария вообще-то была бортпроводником. Правильно называем? Да. Десять лет. Вау. Собственно, поэтому концепт про sense have no borders, мне кажется, вообще идеально передаёт. Я только сейчас заметила, что буква А состоит из одной палки. Genius. Даже можно читать my me, как будто бы, да? Но французы вообще читают my... My... Мне ещё нравится, что вы завезли не. Шикарно. Ещё книжки были, но я последнюю забрала. Да, выскупили всё. Вы уже завезёте новое? Да, я вообще. Мы проверят. Если вы планируете на Лазурный берег в Франции, вам обязательно нужен приятный гость. Моя очаровательная приятельница Мари. Короче, приходите. Здесь можно будет, да, познакомиться с её ароматами. Можно будет купить себе красивый журнальчик про парфюмерию, про ингредиенты. Ещё появятся скоро всякие доп. истории, да? Что ещё будет? Да, у меня мастер-классы. Мастер-классы будут? Да, у меня спала. Пойду на улицу ещё покажу. В таком очаровательном месте. Но я горжусь, если честно. Смотрите на это. Поздравляю, я вахт. Я тоже. Ну, короче, никаких компрометирующих секретов ты нам, ну, не расскажешь. Правильно, Повная? Нет. Это же очки надела бы. Всё, мы едем в садик за детьми. Всё, до свидания. До свидания. Вы во влоге, Анастасия. Наконец-то. Вы, наверное, у вас действительно в ВИП, я думаю. Капсулы. Да, капсулы. Но как люди смешают это? У вас есть вода? У меня есть кофе-маши. Вау. Я никогда не увидела ничего подобного. Попробую выбрать гум? Да, ты можешь. Окей. I like this chewing gum. I like this chewing gum. I like this at the door. That's scary. Drop them all, have found them all, have them in this dressery. T.F.W.A. День я уже не помню какой. Я приехала в порт, потому что я иду на встречу с Гритти на яхте. Нравится ли мне такая жизнь? Естественно. Там даже вроде как можно снимать. Я вам покажу новинки, создателей бренда, наверное, и в целом покажу какое-то немножко такое за кулисье. Вот так выглядят офисы для переговоров сегодня. Вообще, это выставка дьюти-фри. То есть здесь и алкогольные бренды, и бьюти-бренды. Много-много чего другого, поэтому вот такие экспозиции можно заметить. Или вот, например, там яхточка от Polo Ralph Lauren, как примерчик. Или вот такая история. О, Марио Бадеску! Мы на месте. Вот она, яхта Гритти. Сейчас меня встретят, и мы пойдем смотреть. Я уже на лодке Гритти. Собственно, владелец и создатель бренда Лука Гритти. Я очень люблю Госип Найт. Но у вас есть какие-то ваши любимые? Можете, если я сниму тебя? Я не люблю, я не люблю, я не люблю, я люблю. Это как, как ты любишь больше. Я не люблю, но иногда я люблю, например, Госип Найт, потому что это новый, и сейчас Флориан, это хорошая. Я люблю попробовать. Я не пробовал этот. Очень красиво. Нет, Флориан, я не пробовал. Нет, я пробовал. Окей. Для личной презентации океанах... Я счастлива, да. Да, ты так. Говорит, что ароматы как дети, пока они в разработке, ты о них заботишься, любишь, но как только ты их выпускаешь, приходится их отпускать. Потому что они уходят на маркет и уже находят свою популярность. Это новое. Это новое. Это супернома и мангород. Окей, мы начнем с мангород. Мангород, это как вверх, мы начнем с фрути-нотс и кап, и база-нотс и мангород. Мыlaught с памятью, чело-нотс и сеюpruch. Очень leak, очень вкусно, очень вкусно. Это очень интимное, это очень хорошо Я бы сказал, что это немного быстрее чем тренд Потому что иногда есть тренд и все пытаются следовать Но этот тренд я думаю, что это тренд Но обычно грит, не тренд Но пытаются экспериментировать что-то новое Также бутылки, два цвета Блево и белое Я предпочитаю Я предпочитаю Геоментировать И последнее, не последнее Это супернова Я люблю это слово Это супернова Потому что я люблю этот звук Это супернова Ах, это более акватика Это более акватика, более металличка Это более минерал Это странно Это реально странно Потому что это не нормальный Это минерал Ахи галамут Ахи галамут Ахи галамут Это колон Это акватика И еще на спину И на т-шер И на т-шер И на т-шер 2-3 дня Но я на мангу Когда начать с демо? Это будет готово Это мангу Луна И на т-шер Ахи галамут Прекрасно Далее Прекрасно Расследоваться То есть эксклюзивное Ты не возникла Ничего уже Не на манижных Так что у нас эксклюзивное Так что Спасибо за тему Я ухожу еще и с подарком, но я, если честно, очень хочу себе вот этот манго-ут, но его пока нет, мы ждем его где-то в январе-феврале в крафте, и вот этот супер-ново, такой молекулярный растительный оммаж, вам должно понравиться. А я просто дальше. Чао! Бай-бай! Какая необычная лодка. Я уже вижу шатер Финитио. Честно скажу, меня туда не звали, но я думаю, Сислый, о боже, Сислый, я столько с ними работала, обожаю. А здесь тусовка Татьяна Терренси, я знаю, что у них будет вечеринка, я с ней знакома, но меня туда не звали, я никого не знаю больше. Вы сами сделали аромат? Да-да-да, но я сам, я вместе с специалистами, ГРАС. Это шипр, да? Альдегидный очень. Муской и женский. Ну, такой плотненький, крепенький. Ну, такой, это хорошенький. And just like that, у меня было два часа между встречами, я вот в таком замечательном образе иду встречаться с Элис. Это наш менеджер в итальянском концерне, в котором мы делаем отдушки, разрабатываем ароматы с парфюмером, и она привезла мне новые разработки, которые выйдут в следующем году. Я надеюсь, она разрешит снять нашу встречу. Вот нормальный человек идет с выставки. А так иду я. Вот так, бизнес-встреча на ногах. Так что у нас по 10 минут, и я бегу собираться. Я мчу на мероприятие Ex Nilo. You know. А далее мы идем на вечеринку на яхте бренда Пауло и Татьяны Теренци. Вечерок насыщенный, у нас есть 10 минут для того, чтобы переодеться, накраситься и быть фреш. Хотя на самом деле я злая, потому что Элис принесла мне только два аромата. Потому что что-то там было с ингредиентами, и не получилось привезти остальные. Ждется их доставлять. А доставлять парфюмки в Беларусь в нынешних условиях тяжело. Ну, кто говорил, что будет легко? Легко не будет. Ну что, я еду на мероприятие Ex Nilo. Нихило-нило. Я не знаю, мне кажется, миллион раз у Бенуа спрашивали этот вопрос. Может быть, я его задам снова. Я надеюсь на что? На то, что у нас получится подснять с ним, ну не то чтобы интервью, но немножко его помучать. Ну и все. Хорошо провести время. Как и мой образ. По-моему, chic. Магифик. Я просто сегодня экспромтом в 10 утра снималась с девочкой. Она родом из Беларуси. И она снимает во Франции. Я очень редко соглашаюсь, когда мне что-то такое предлагают. Но я как-то почувствовала, что мне надо, я хочу. И у нас сегодня случилась съемка вот в этом образе. Мне очень понравилось. Здесь сейчас она появится. Я довольна. Это бизнес-жизнь. Это деловая бизнес-жизнь. Ты на ютубе. Привет. Анастасия. Расскажи, почему ты на Каннах? Что тебя привело сюда? Чем ты занимаешься? Канны. Это наше ежегодное место силы. Потому что у нас есть магазина в Дюйти Фрик. Где, в нашей любимой Беларуси. Называется Филин Валерий. Поэтому всех всегда ждем. Вот. Все новинки. Конечно, у нас. Первые. Прямо отсюда. Сейчас мы пойдем тусить. Я просто блогер. Анастасия. Анастасия. Беларуси. Я люблю Витлером. Молокко. Сегодня, honest... Блю Талисман. Блю Талисман, конечно. И это тема сегодня. И это 10-летие. Да. Я думаю, что все принцы, они умерут. Это вот этот человек, единственный, один, организовал все вот это. Вау. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня у нас специальный господин, как мы celebrаем наш 10-й директора. Мистер Жорди Фернандез. 10 лет назад, визжен был власть. 10 лет назад, решили создать, из-за того, что нет, маленькую компанию, в очень маленьком, маленьком офисе. И сегодня, после 10 лет, я лично очень рада, чтобы я с Дюйти Фрик. Жорди. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы внутри. Жордино, виканто, ну и, естественно, сам Фернси аромата. 7 утра, на этой шикарной ночи мы уезжаем домой. Bye-bye, мисс. It was nice. Митца, до скорой встречи. Я уже дома. Такое у нас с вами неожиданное переключение. На самом деле, я просто отсмотрела материал и поняла, что я нигде не дала никакого комментария по поводу самой, собственно, выставки. И хочется немного поговорить об этом здесь. А еще у меня для вас уготован сюрприз, о котором я тоже не могу не сказать. Вы же помните, что я обещала из своих туристических поездок привозить вам какие-нибудь сувениры. И команда Montal Paris выделила для меня аромат Lucky Candy, которого еще нигде нет в продаже. Это такой супер-классный девочковый вариант. Очень притягательный, сладкий, яркий. Как раз таки то, что надо в эту грустную погоду. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше этого аромата, оставьте в комментариях под видео свои впечатления от выпуска. Поменялось ли ваше представление на тему парфюмерной индустрии? Интересно ли вам смотреть такой контент? В общем, просто поделитесь каким-то фидбэком автору лучшего комментария. И отправлю в любую точку земного шара эти 100 мл жидкого счастья. На самом деле, немножко про выставку. Мне кажется, что это одна из самых жирных парфюмерных выставок в мире. Почему? Потому что туда съезжаются и бренды, и парфюмеры, и основатели брендов, и дистрибьюторы, байеры. Поэтому, если вы какой-то начинающий бренд, то вам, скорее всего, конечно, хорошо было бы становиться в основную вот эту часть. Но, как делают большие бренды, из-за того, что им уже не нужно лишнее внимание, вся округа оккупируется нишевыми брендами. Рестораны, номера отелей, сюды, яхты, квартиры, все арендуется, и на несколько дней превращается в шоурумы и бутики нишевых брендов. Для посетителей выставки это и плюс, и минус, потому что вы не можете просто зайти туда с улицы, вам нужно получить какое-то приглашение. Но в этом и жирный плюс, что если вы действительно попадаете на какое-то уже мероприятие или стенд, вас знают, вас ждут, вам рады, вам все расскажут в лучших традициях. Для меня такие выставки, в первую очередь, это возможность найти классное комьюнити, найти знакомство, потому что в Минске очень мало кто этим занимается, и мне довольно одиноко в этом деле, и я безумно счастлива встречать коллег, с которыми можно поговорить на одном языке, люди, которые горят своим делом. Ты чувствуешь, что ты в этом не один, и для меня это всегда такой заряд энергии. Я приезжаю сюда абсолютно вдохновленная на новые дела, на новые проекты, коллаборации, идеи, и в этом смысле для меня выставки это невероятный источник энергии. Например, я вернулась и решила все-таки запускать нашу коллаборацию с Микитой Куницким, я вам еще обязательно про нее позже расскажу и покажу. Это такое жемчужное кроссбоди, которое можно будет вешать на плечо, на шею, на пояс, на сумку, и в нем внутри помещается какой-то объем аромата. Вместе с этим замечательным ожерельем из натурального жемчуга мы будем также давать мой аромат Parphagolic, один из, и такую специальную пипетку, которую вы сможете заполнять в лакончик. Так что, если вдруг вы хотели бы такой эксклюзивный айтем, все анонсы будут публиковаться у меня в Инстаграме. Обязательно подписывайтесь, если вас там еще нет, а также в Инстаграме моего бренда Parphagolic Fragrances. И да, я спешу сообщить о том, что в конце октября стартует предзаказ наших ароматов. Так что следите за новостями, будет очень много нового, классного и интересного. А я хочу поблагодарить вас за просмотр. Мы с вами встречаемся в следующую среду. Хочу пожелать вам, чтобы у вас все было и вам за это ничего не было. Кстати, у меня такая уже осень, заметили? В Каннах была такая теплота, оливчики и трусы, маечки, а здесь уже зима. Я сегодня в пуховике на работу еду. Такова жизнь! Кроссбоди сегодня со мной пойдет. На сумочку повешу. Баааай! Мои вкусняшечки. 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 Продолжение следует...